Здравствуйте, Шаватов, Гутево, хорошей недели. У нас сегодня 200-й урок по Мишлей. Мы находимся в 22-й главе и в районе примерно 25-го предложения. Причем примерно, потому что это продолжение, поэтому я немножечко вернусь. Не обирай бедного, потому что он беден, и не притесняй нищего ворот, ибо Всевышний вступится в дело, и отберет душу обобравших их. Не дружись с гневлимым и не общайся с человеком вспыльчивым, чтобы ты не научился путям его и не расставлял сети твоей душе. Начнем с... А, на иврите, извиняюсь. 25-й посуг звучит таким образом. Он говорит... Для того, чтобы ты не... Вот как я по-русски перевел, так лучше мне и не перевести, как выяснилось. Чтобы ты не научился путям его. Чтобы ты не научился его дорогам и не взял ты препятствия для своей души. Но поскольку это является продолжением прошлого посуга, то не сближайся с человеком гнева и человеком, который легко... Ну, хамат — это другой вид гнева, как мы в прошлый раз обсуждали. Не приходи к нему. Для того, чтобы ты не научился его путям, говорит Мальбин. Потому что посредством того, что ты будешь постоянен в его путях, то ты сделаешься таким же. И сделать это станет миной препятствия на своей душе, после того, как ты с ним сблизишься. В общем, более или менее на самом деле все понятно. Гаун также говорит, что мы обсуждали в прошлый раз, что такое понятие Аф и Хэма, что такое понятие двух видов гнева. Мальбин и Мегаун немножко по-разному обсудили. Либо это человек, который долго таит в себе гнев. И вот никак не выходит наружу, но в результате он очень сильно там нагревается. Это Хэма, а Аф — это гнев, который выходит быстро. Либо Аф — это внешнее проявление, а Хэма — это такое более внутреннее проявление гнева, которое проявляется более сильно. И об этом сказано, что к человеку, который двумя видами этого гнева гневается, ты не должен с ними сближаться. И к человеку, который накапливает себе гнев, а потом его пускает очень сильно наружу, гнев, который идет уже изнутри, ты к нему не должен даже приближаться вообще. Что бы ни научился ты его путям и не взял, не сделалось это таким мокэшем, миной, препятствием для твоей души. То есть, почему тебе не надо приближаться к Бааляв, к человеку гневлимому, для того, чтобы не научиться от него быть таким же, то есть человеком гнева, или человеком, который хамот, другой вид гнева. То есть, это будет, если ты к нему приблизишься, то это станет препятствием твоей душе. И когда будет у тебя Аф и Хэма, появятся эти два вида гнева, то это станет для твоей души такой ловушкой. И еще, чтобы ты не научился, это относится к Бааль Аф, к человеку гнева. А что бы ни стало препятствием твоей душе, это относится к человеку Хэмы. Потому что, когда придешь к нему, то ты пам-и-ир-хамато, ты придешь к тому, чтобы твоя хама, твоя хамато начнет как-то проявляться очень резко, и это станет для твоей души минной, препятствием, ловушкой. Или, может быть, когда ты будешь слышать, подслушивать голос человека гнева, то этот гнев будет приходить Бахинам без всякой причины. И также ты увидишь, что наказывают кого-то Бахинам, то есть ты увидишь человека, который начинает гневаться на другого человека просто так, без причины. И ты увидишь и промолчишь. То есть не приближайся к человеку, который гневается. Почему? Ты увидишь, как Руэн гневается на Шимона без всякой причины, кричит еще что-то, ты промолчишь. И за эту штику, за то, что ты молчал, ты получишь наказание. Здесь есть, он на самом деле начинает сейчас немножко гонам вводить в ту судью, которая будет продолжать дальше, о том, что существует определенное количество митцвот, которые связаны с отношениями между людьми. И об этом принято очень много разговаривать. И Баалай Мусар на этом строит очень много. Но мы увидим в следующих суким, что гон идет по немножко другому пути. И не такому пути, как обычно принято у современных людей, которые говорят Деврей Мусар. Он идет немножко по другому пути. И советует такой нестандартный немного совет. и не всегда легко исполнимый совет, который он сейчас будет советовать, говоря, что это и есть кавана намерения Шлома Амеллаха, который писал эту книжку Мишлей. И он говорит о том, что одно из наказаний, которые может получить человек, приблизившись к человеку, у которого плохие меды, вот в данном случае это меда гнева, он получит наказание за то, что он шатек, за то, что он промолчал. Нас очень часто любят учить тому, что надо молчать. И это как бы я не оспариваю, и Гаон не оспаривает. Но бывает ситуация, когда человек молчит и за это получает наказание в Гееноме. Я приведу пример из Геморы, которая не относится к нам, как бы, поскольку уровень совершенно другой. И тем не менее, был такой человек, Рабилозар Барабишиман, который был сыном Рабишимана Барьяхая. и у него было такое вот, описывает Гемора Бавамицыя, такая история с ним произошла. Он общался с человеком, который занимался, я не знаю, как это назвать, сыском, чем-то, типа детектива работал, и дал совет, каким образом можно найти воров еврейских, людей, которые евреи, которые занимаются тем, что подворовывают, или просто воруют. Он говорит, что если ты с утра увидишь где-нибудь что-то типа трактира, человека, который сидит и во время еды засыпает, то если это Талмитхохам, то ты можешь знать, что он просто провел ночь в изучении Торы, поэтому он засыпает. Но если это человек, которого не надо подозревать в том, что он учил Тору ночью, есть такие люди, я с ними знаком, встречался, если ты видишь такого человека, который засыпает ночью, то ты можешь твердо знать, что можно делать ночью, либо учиться, либо воровать. Если он не учился, значит он вор. И вот несколько раз было по его совету произведено расследование, убедились в том, что человек действительно вор, и кто-то из Тана им спросил Элезра Барабиши, что же ты такое делаешь, ты как бы выдаешь еврея в гойские руки. Он говорит, я выдираю колючки из кустарника. Ответил ему этот человек, я не помню, кто с кем он беседовал, что придет хозяин кустарника и накажет того, кто выдирает колючки из кустарника. Раби Лазар Барабиши, он сделал шуву и принимал на себя Исурим различные несчастья, страдания, просил, чтобы Всевышний послал ему страдания, и Всевышний так и делал. И этот шува было принято, он хазар-батшува, и с этим закончилось. Когда он умер, Гемора рассказывает такую историю достаточно странную, что когда он умер, какое-то время, сейчас не имеет значения, сколько времени это продолжалось, он не был похоронен, его жена оставила его тело на чердаке, и к нему не прикасались ни червяки, никто, он вот продолжал как живой лежать в мертвом состоянии. И однажды она увидела, что у него из уха выползает червяк, и она очень распереживалась по этому поводу, что червяки стали есть рабе Лазар Брабиши, и он пришел к ней во сне и объяснил, что один раз была история, из-за которого ему нужен был вот этот червяк, потребовался, а именно, что он услышал кого-то, кто сказал нечто плохое Талнитхохому, мудрецу Тора, а он промолчал. За то, что он промолчал, ему нужно было вот это наказание, это единственная вейра, которая у него нашлась, которая описывает Геморру, за которую он получил вот это наказание. После этого он был, понятно, похоронен, и все закончилось. Но сейчас то, что меня интересует в данный момент, это то, что за штику, за то, что человек, когда ему нужно говорить, он молчит, он может получать наказание. Это, с одной стороны, мысль достаточно простая, с другой стороны, обратите внимание на то, куда Гаон ее вставил, эту мысль. Он говорит, что не приближайся к людям, которые гневливые, не общайся с ними, потому что ты услышишь, как он гневается без причины на какого-то человека и промолчишь, и за это ты получишь наказание. То есть, он не сказал, что ты должен вступаться за людей, на которых кричат, и должен защищать их. Он сказал, что тебе нельзя находиться в том месте, где это может произойти, что бы не получилось, что ты промолчишь и получишь за это наказание. В продолжении нескольких псуки мы увидим, что, в общем, Гаон идет по этой линии и объясняет, что это Каванаш Лома-Меллаха. И это такой подход к вопросам, связанных с отношением между Адам и Хаверо, на которые некоторые товарищи пытаются возразить, но я думаю, что то, как вильнюсский Гаон объясняет Шлома-Меллах, это достаточно авторитетно. Гаон был в законе, в авторитете мужик, поэтому можем вполне попытаться полагаться на это мнение и немножко выучить, что именно нам хотят сказать. Это началось в нашем псуке и продолжается следующие несколько псуки. он продолжает и говорит, не будь среди тех, что ударяет по рукам и поручаются засуды. Вначале мы читаем Альбим, потом переходим к Гаону. Альбим говорит, что не будь среди тех, кто ударяет по рукам. Что имеется в виду? Альбим и Гаон здесь идут по одному пути. Это Ареф Каблан. Кто такой Ареф Каблан? Ареф Каблан это существует два вида я закончу и добавляет и не будь аравим намасот. То есть не будь аревом, который не каблан. Я специально не перевел штыку Ареф Каблан и Ареф не каблан. Сейчас я объясняю, что имеется в виду. То есть этот пасук объясняет Мальбим, говорит, что не надо быть видами Арефа. Человек должен убегать от понятия Арефута. Что такое Ареф? Простое объяснение, по нему же идет Гаон, вначале потом он дает более сложное, но простое объяснение. Существует понятие суда, Галваа. Человек, который дает суду, он хочет быть уверен в том, что берущие в долг заплатят эти долги. Каким образом можно быть в этом уверен? Во-первых, Гемора говорит, что если Руэн дает долг Шимону, то он не должен давать без документа специально оформленного, который на иврите называется Штар, с подписями двумя свидетелями, которые потом заверяются в Эйдзине, в суде, для того, чтобы не было никаких сомнений, что Шимон действительно должен Руэну 100 рублей. И Гемора дает это как ИЦА, как совет, для того, чтобы не оказалось, что потом ты попадаешь в неприятную ситуацию и провоцируешь другого человека сказать, что я уже отдал долг или этого не было и так далее, чтобы не стать провокатором, когда у человека не будет денег и ему будет тяжело отдавать, и для того, чтобы не проводить к различным видам клятвы, истории и так далее, Гемора рекомендует, чтобы человек, давая в долг, оформлял документ, связанный с долговыми обязательствами. Называется Штар. И вот была такая история, что рассказывали про Равина, что он выполняет все милые дорабоны, он выполняет все советы, все распоряжения Рабона, которые есть в Талмуде, выполняет Равина. Это человек, который завершил написание Талмуда. Он и его дети Бней Рафаш и Бней Равина завершили написание Талмуда. И вот передали, пришел, это рассказали, что Равина так вот строго относится к мельчайшим указаниям Торы и Хохамим, передали это его учителю и товарищу Рафаши. Рафаши решил проверить. И он в Аревшабас прибежал к Равину прямо накануне субботы, когда совсем не было времени и сказал, что мне предлагают такую сделку, но у меня не хватает денег. Можешь ли ты мне одолжить такую-то сумму денег? Равина сказал, да, безусловно, могу, только приведи двух свидетелей, чтобы мы заполнили штар. Рафаши сказал, да, но сейчас совсем нет времени перед Шабатом, а сделка накрывается, может быть, можно без этого, а где я сейчас возьму свидетелей и так далее. Равина сказал, я не могу, потому что Хохомин сказали, наши мудрецы дали совет, чтобы не одалживать деньги без долговой расписки, оформленной двумя свидетелями. Спросил Рафаши, даже для меня, когда у нас такие отношения, ты прекрасно знаешь, Равина сказал, вот есть такой совет Хохомин, я не могу этого сделать. Рафаши сказал, что теперь я знаю, что Равина действительно выполняет все указания наших мудрецов. Это первое, что нужно делать, когда даешь долг, это оформить нормально долговую расписку, долговой документ. Но кроме этого может оказаться ситуация, что человек, который берет долг, ему потом неоткуда отдать. Тора предусмотрела такое понятие, как РФ. РФ это русское переводится как гарант. Человек, который будет гарантом, что если не окажется у Равина денег, то он отдаст деньги вместо Равина, а потом он уже будет судиться с Равина. Но в этих гарантах есть два вида гаранта. Есть больше, но два, которые нас сейчас интересуют. Есть РФ обычный. Что это означает? Что если у должника нет денег, то Малве, тот, который кредитор, может прийти и взять деньги с РЭВа, а потом РФ разбирается с Кабланом, что делать с деньгами. Есть второй вид РЭВа, который называется РФ-Каблан. РФ-Каблан это человек, который на себя берет такой сильный РФ, такой сильный гарант, гарантство, гарантство вряд ли, я правильно сказал. Является гарантом такой силы, что кредитор может пойти к кому он хочет. Может не идти вначале к должнику, а прямо прийти к гаранту и сказать, вот ты за него гарант, плати, а потом разбирайся с должником. Это РФ, который называется РФ-Каблан. И вот объясняет Мальбин, что в этом пасуке речь идет о двух видах РЭВута, о которых сказано. Во-первых, не, как он перевел дословно, не вставляй свою руку, как не всовывай руку, не будь среди тех, кто ударяет по рукам, он перевел в дословный перевод, немножко даже, наверное, хуже, то КЭАКАВ это тот, который вставляет руку, бежит и вставляет быть первым. То есть не становись таким РФ-Каблан, таким гарантом, который свою руку дает прежде, чем рука должника, чтобы ты платил до должника. и не становись обычным РФ-Каблан тоже, обычным гарантом тоже. То есть Шла-Муамелых дает нам совет не быть гарантами на долги, которые должны другие люди. И он продолжает, я хочу следующий пасук тоже прочитать, «Им эйн лэха лэшалэм», если тебе нечем платить, «Ла мэйках мишкавэха митахатэха», то зачем он возьмет твою постель, то, на чем ты лежишь, из-под тебя? Объясняет Мальвим, что имеется в виду? Если нету тебя, чем платить, почему возьмет он вместо этого твою кровать из-под тебя? Имеется в виду, потому что лавэ сам должник по себе. Если он, у него нет чем платить, то запрещено гаранту, не гаранту, а кредитору, входить в дом для того, чтобы взять мошкон. Мошкон, а вот, это залог. Бывают два вида залога. Есть залог, который Рувен дает Шимону деньги в долг и говорит, поскольку я опасаюсь, что потом у нас могут какие-то проблемы возникнуть, дай мне сейчас залог до того, как я тебе даю в долг. И они меняются. Один берет тысячу долларов, другой берет какую-то вещь в качестве залога. Есть еще один вид залога. Когда пришло время платить, Рувен одолжал Шимону, одолжил деньги без залога, нормально. Пришло время платить, должник не отказывается, говорит, да, я должен платить, но нету. И что теперь делать? Можно пойти и попросить у него в этот момент взять залог, сказать, что я даю тебе еще какое-то время, но дай мне пока залог. И в этом случае Тора запрещает кредитору войти в дом должнику и взять что-то в залог. Он должен стоять наружу и вынесет наружу в залог то, что хочет должник. Естественно, он вынесет не самые лучшие вещи и не самые нужные вещи. Так вот, но и у нас есть запрет из Торы, чтобы должник, слегка, кредитор заходил в дом должника, чтобы взять залог. Если мы говорим, что он обращается, просит принести залог не сам, а договаривается через БСД, через суд, что суд берет залог, то тоже посланник суда не имеет права войти в дом к должнику и взять то, что он считает нужным в залог. Он должен стоять снаружи и хозяин дома, лаве, должник, вытащит ему наружу то, что он считает нужным. Но когда мы говорим не про должника, а про арева, про гаранта, то нету такого запрета и в дом к гаранту можно зайти для того, чтобы взять в залог то, что ты считаешь нужным. Как сказано в Пасуке, ло того эль бейто, не зайдешь ты в его дом, в дом должника, но ты можешь зайти в дом арева. Если так, то получается, что арев, даже не арев каблан, даже обычный арев, у него ситуация хуже, чем ситуация у лаве, самого лаве. Поэтому нам шлома-меллах понятно, что нету запрета быть аревом, это очевидно, Тора не запрещает быть аревом, и кредитор имеет право давать долг только если есть арев, но Тора, вернее, шлома-меллах дает нам совет не становиться аревом, причем этот совет не становиться гарантом, причем этот завет мы читаем, если я не ошибаюсь, уже третий раз. И вот эти два пасука, которые мы учим в Мишле, эти два, которые сейчас, до этого были очень похожи пасуким, но сейчас Гаун и Мальбим в общем примерно одинаково комментируют, Мальбим объясняет пша да пашут, то есть абсолютный перевод этих пасуким, так как их переводят гемора в разных местах, гемора в его мыс, когда учат, каким образом человек становится аревом, в принципе, почему вдруг, я беру, что я гарант, почему вдруг это работает, как киньян, откуда эти обязательства, которые я принял, работают, гемора приводит несколько объяснений, но приводит объяснение, как это работает, но сейчас нас не интересует проблема геморы, откуда это происходит, но гемора тоже дает совет, чтобы человек не становился аревом, поскольку в этом случае он берет на себя обязательства, которые могут привести к тому, что к нему в дом придут, заберут то, что он хочет, и Гаун добавляет еще немножко к этому моменту и говорит, не будь среди тех, которые посылают свою уроку, то есть становится арев-кабланом, становится аревом, который платит еще до того, как пришли требователи должника, могут попросить у этого арев-каблана, и он предшествует Галва, то есть это происходит еще до того, как взята Галва. До того, как был взят в долг, человек уже принимает на себя некий аревут, что с него можно забрать долг, который будет взят, и он дает руку своему товарищу, что он заплатит вместо него, для того, чтобы ему кто-то дал в долг, То есть, Игуда говорит Шимону, что тебе нужны деньги, пожалуйста, ты можешь использовать меня в качестве арэва, и без него этой Галвы вообще бы не произошло. И второй вид арэвим, это арэвим Масаот, это другой вид арэва. Мальвим объясняет, что это арэв, который не каблан, а просто арэв, то есть человек, который берет на себя гарантию, что если у Лавы не будет деньги, я заплачу. Им тоже не надо становиться, говорит Пасук. Гагро чуть-чуть иначе переводит это, говорит, что это второй вид арэва, когда Малве, кредитор, заставляет, приходит заставлять платить должника, а должника платить нечем, тогда вмешивается в это арэв, третий человек становится гарантом и говорит, продли ему немножечко, а я буду гарантом за то, что он заплатит. И в этом случае он становится арэвом на Масао. Масао, Маса, это на ношу, на ту ношу, которая уже есть. То есть Гаон объясняет, что нельзя становиться, не нельзя, еще раз, я все время говорю неверно, рекомендует не становиться арэвом кабланом до того, как взята Галва, и становиться арэвом Масаот, арэвом после того, как Галва была взята. Два вида этого арэвута он рекомендует их не делать. И он продолжает, и мейн лыхали шалэм лама, и ках мишкавэха митахатэйха. Если тебе не будет чем платить, зачем будет взято то, на чем ты лежишь из-под тебя. Здесь идет речь, что тот, кто дает Галво Хаверо, дает долг своему товарищу, о нем сказано в книге Дворим, то же самое, что говорит Малвим, что когда ты хочешь взять Машкон, ты должен стоять снаружи, то есть ты хочешь взять залог на то, чтобы тебе заплатили то, что ты одолжил, ты должен стоять снаружи. До того, как не придет ад баа шемиш ташевенула. И второе, когда ты берешь этот залог, то есть Рувен не может заплатить Шимону деньги. Шимон приходит и говорит, плати. Он может это, так сказать, через бейздин, но если денег нету, то ему предписывается взять залог на какое-то время. И этот залог, который он берет, он находится у него дома. Но если он берет какую-то вещь, которая нужна для Лаве ночи, например, он берет подушку, то когда он взял эту подушку, то он каждую ночь должен возвращать эту подушку. И каждый день с утра Лаве должен обратно ему давать эту подушку, выходить на работу до тех пор, пока он не отработает этот долг. Но он не может забрать эту вещь себе на ночь, потому что тогда Лаве будет не на чем спать. И наоборот, если он берет дневной залог, он берет, я не знаю, брюки, и у Лаве есть единственные брюки, то в этом случае он должен каждое утро отдавать брюки, а каждую ночь их брать. Таким образом, он может иметь два залога, брюки и подушку, но ему нужно каждый вечер менять эти залоги, для того, чтобы не взять на ночь ночного залога и на день дневного залога. И так далее. И это только с Лаве. Говорит нам Геморов Баумициена, Дафи Куф Тетваф, там такая длинная-длинная сугья, которая называется Месадрим Лабаольхов, что когда человек приходит забрать то, что ему должны, когда уже прошли все сроки, и Боиздин говорит, что может взять его имущество, то Боиздин берет имущество Лаве и передает Лаве, Малве, но берет не все имущество. Одна из шитот, одна из точек зрения, которая там есть, что имущество, которому нужно для заработка или кровать в единственном количестве, стол в одной штуке, стул и так далее, в количестве один должно у человека остаться, потому что ему нужно на чем-то сидеть, на чем-то кушать, на чем-то лежать и так далее. И вот в этой суге сказано, что то, что написано, что нельзя войти в дом и забрать у Лаве, и нельзя у Лаве забрать на постоянно, а ночные вещи ему должны отдавать на ночь, а дневные и на день, все это только про Лаве. Но не так с Аревом, не так с Гарантом. Про Гарантова нету этого послука, точно как Мальбин, только он добавил одну на куду, что речь идет еще и о возвращении ночью и днем, что все, что мы упоминали только что, что нужно возвращать, нельзя заходить в дом, это только по отношению к Лаве. Но он может взять и сорвать одежду с Арева и забрать тот мешкаф, мешкаф это лежанка дословно, которая находится под ним. И это то, что сказано, зачем возьмут то, на чем ты должен лежать ночью. Это первое объяснение Гаона. Оно очень похоже на объяснение Мальбина, но немножко он более мифурат, более четко объяснил, что имеется в виду. Второе объяснение. Лотальд гиббе такая яд. Не надо быть среди тех, кто тянет свою руку. То есть, не будь среди тех людей, которые ненавидят понятие даат, понятие знания. Теперь надо понять, какая связь Аревута, Гаранта со знаниями. Люди, которые ненавидят понятие знания, знания в Мишле и всегда знания Торы, да? Эти люди, они убирают себя от того, чтобы делать митсвот. И нужно следить за всеми их путями. То есть, если ты соединяешься, становишься гарантом за тех людей, которые относятся к знаниям Торы очень так вот непозитивно, а как бы это сказать, в интеллигентной форме, наоборот, позитивно. То есть, сильно против знаний Торы. Но я, наверное, утрировал. Я сказал, сильно против знаний Торы. Здесь имеют в виду людей, у которых нету знаний Торы. Не обязательно они к этому плохо относятся. Они могут теоретически очень любить этот момент. А физически, практически, вот не совсем. И эти люди, которые лишены знаний Торы, они лишены, лишены, полностью лишены понятия исполнения митсвот. Потому что многие ходят такие вот, как бы, разговоры о том, что есть часть людей, которые учат Торы, а часть людей, которые исполняют митсвот. На хорошем английском языке это называется «эбретов сивыл кэбл», переводен на русский «брет сивой кобылы». Потому как человек, который не знает, что такое митсвот, у него нету дата понимания Торы, он не может исполнять нормальный митсвот. Он думает, что он делает митсвот, а делает что-то совершенно другое. И об этом сказано. Перкиавод говорит, что не может Амгарец, то есть безграмотный, абсолютно безграмотный человек, не может быть хасидом, благочестивым человеком. И не может Бор, Бор это сильнее, чем Амгарец. Амгарец это такой вот, ну не знает, но не знает на нормальном уровне. А Бор это совсем Амгарец, это Амгарец степень Амгарец. И такой человек не может бояться Всевышнего, потому что невозможно это делать без каких-то знаний Торы. Так вот, говорит нам Шлома Амеллах, как объясняет его Гаон, что не будь среди тех, кто ненавидит дата, и они не могут, не в состоянии, не уходят от того, чтобы делать митсвот, не добровольно, они уходят, потому что по глупости, потому что они не выучили, не знают, как делать. Если ты находишься среди них, то ты становишься как бы за ним аревом, если у тебя есть знания. И ты должен следить за их путями и вести их правильным путем. У нас обычно принято говорить, у нас это не у Таламидей Хохомима, наоборот, что надо стараться вести этих людей, указывать им правильную дорогу. Говорит Гаон, не надо стараться быть гарантом, быть среди этих людей. Так же, как он начал еще в прошлом пасуке, это то, о чем я вам говорил, что Гаон здесь ведет всю линию Мишли, несколько псуки, им три пасука, в одну линию строит. Что нам сказано о том, что ты не должен научиться у людей, которые гневливы, и не должен приблизиться к человеку, который может разгневаться. Последний комментарий Гаона на этот пасук связан не с тем, что ты не можешь учиться у них, это понятно. Не приближайся к нему. Сейфа пасука говорит, И человеку гневливому не приходи, не приближайся к нему. Почему? Потому что он начнет гневаться на кого-то другого без причины, и ты будешь обязан вмешаться, а ты промолчишь. И за эту штику, за это молчание, ты получишь наказание. Поэтому не надо тебе находиться в том месте, где тебе надо выступать, а ты выступать не можешь, промолчишь. Волей-неволей промолчишь. Не могут, невозможно все время спорить, давать какие-то споры. Тебя тут же назовут Баль Махлокис, или просто сволочью по-разному. Либо человеку склонному к спорам, либо человеку, который сволочь, в зависимости от того, с кем ты связался. Но совершенно определенно, что когда человек пытается все время кого-то упрекать, то о нем начинают говорить плохо. Поэтому ты будешь молчать, и за штику, за это молчание, ты получишь наказание. Здесь он говорит, что не надо быть среди тех людей, которые ненавидят понятие «да» Тора, понятие «знание» Торы. И, соответственно, они не делают мисот, они уходят от заповедей, понятия не имея, что они это делают. И ты будешь обязан, тебе будет необходимо следить за ними и давать им правильную дорогу, быть вожатым, указывать им путь. И сказано, что «альта аров лэашгия халэхам», не становись гарантом следить за ним, чтобы они делали мисот. Потому что если они не сделают мису, то ты будешь хаяф, то ты будешь виноват. Это продолжение того, о чем Гаон говорил раньше. И он объясняет, что это пшат Мишли Шлома Амеллах, который говорит, не бери на себя работу гаранта. Я еще раз напоминаю, что мы уже минимум третий раз читаем эту Мишли, и Гаон говорил уже о том, что есть разные виды гаранта. Есть обычный гарант, есть арэф Каблан, который внутри Торы, это преподаватель Торы, это обычный арэф. Даян судья, это арэф Каблан, с которого, если ты неправильно скажешь свой псак, скажешь, что рувен хаяф шимону, а потом окажется, что ты ошибся, то Всевышний забьет у этого Даяна и заплатит тому, кому нужно заплатить. Поэтому говорит, что не рвись к рабануту, не рвись к деянуту, не рвись становиться арэвом и тем более арэф Кабланом, поскольку ты можешь оказаться хаяф. Но там он говорил о хиюве, который придет к рабу, который преподает людям, которым не особенно нужно преподавать, и людям судит тех, которые не очень нужно их судить, то ты придешь к ошибкам, которые придут в результате к тому, что ты скажешь хаяф. Здесь он говорит о том, что ты должен ла-ш-гех, это почти та же самая нахуда. Ты должен следить за ними, и в случае, если ты неправильно выполнишь, или даже ты правильно, не, наверное, все-таки неправильно выполнишь, и они не сделают этой митсуи, то ты станешь хаяф. И также не будь арэвом Масаот, гарантом переноски. В простом комментарии Гаон объяснил, что такое гарант на переноску, это когда уже кто-то несет свой долг, и он должен выплатить, но не платит, потому что нечего платить, и ты говоришь кредитору, что я буду гарантом, что он заплатит за такой-то срок. Здесь он говорит, что такое арэв Масаот. Это человек, который вводит в себя учиться с людьми, которые ло-анашим и угоним, которые люди недостойные, и он должен следить за ними, чтобы они учились. А они учиться не особо будут, а он как бы обязан их обучать, и результат такой, что за то, что они не учатся, у него получается наказание. Или, что это относится к самому человеку. Еще один пируш. Это относится к самому человеку, быть гарантом за себя. Что имеется в виду? Не будь человеком, который токэ акаф, который свою руку вталкивает не туда, где ей надо находиться, для того, чтобы дать недр на самого себя, принять обет, касающийся себя, что я сделаю то-то и то-то. Или какой-то сегуф алятсмо, он делает какую-то ограду для себя, что я не буду чего-то делать. И вот, несмотря на то, что Тора это разрешает, я принимаю на себя обет, что я воздерживаюсь от какой-то вещи для того, чтобы не нарушить какой-то заповеди Тора. И об этом сказано. Не надо втыкать руку и становиться ареф-кабланом, брать на себя гарантию, что я чего-то не сделаю, что Тора разрешает. И также не стань аравим масаот, не стань гарантом на то, что уже несешь. То есть, не надо давать недр, что я выучу несколько масахтод, несколько трактатов Талмуда. И не будь постоянно внутри этого недра. Потому что, если у тебя не будет чем заплатить, то у тебя отберут твой мешкаф, то, на чем ты лежишь. Что значит не будет чем заплатить? Может случиться какая-то ситуация, что человек взял на себя недорим, что он выучит такой-то и такой-то масахат. И он его не выучит по той или иной причине. Не справился, было очень тяжело. Была какая-то ситуация тяжелая с парносой. Было еще что-то. То, что он взял перевыполненные обязательства, а выучить их никак не может. В таким случае, если ты не осуществишь своего недра, то, говорит Шламамеллах, у тебя возьмут мешковейхами, тахатейха, твой мешкаф, то, на чем ты лежишь из-под тебя. И об этом сказано, говорит Гаон, приводит Гемору, которая, это есть Медраш Танайм, Гемора в Звохим, Гемора в Шаббат. Проще всего привести Гемора в Шаббат. Это очень такая известная, да, в Геморы. Гемора говорит, за преступление недорим. Здесь нету Шаббата, если на секундочку, потому что я скажу наверняка неправильно, если он недалеко, то придется по памяти. Сейчас, секунду, здесь его нет. Значит, говорит Гемора в Шаббате, что за преступление, которое делает человек, за преступление, связанное с обетами, то есть дает обет и не выполняет его, умирает душа человека, умирает жена человека. То есть есть там Гемора, который рассказывает, за какие преступления умирают дети и так далее. И одна из вещей, о которой он говорит, что за овонный долим, за преступления, связанные с обетами, умирает жена человека. Поэтому Мишковеха, то с кем ты лежишь, то на чем ты лежишь, это имеется в виду жена. И поэтому не надо брать на себя Орывута, Орывут это гарантами, я сам за себя гарант, что я выучу то-то, то-то и то-то. Потому что в наказание за это, это может привести к смерти жены. Это последний комментарий, который дает Гаон. Итак, если Лисакэм, этот кусочек, то Гаон говорит о том, что человек не должен становиться гарантом за других. Пшат Гаона, первый пшат, это пшадо-пашут, как бы дословный перевод того, что написано в Псуким, что нельзя становиться разными видами гарантов. Здесь перечислены вместе, Гаон и Мальбин перечисляют три вида гарантов. До Алваи, после Алваи. Это первые два деления, АРФ Каблан и АРФ Рагиль. То есть, АРФ, с которого берут еще гарант, с которого берут еще до того, как пришли к должнику. И гарант, к которому приходят после того, как пришли к должнику. Оба этих гаранта брать нельзя. И если у тебя не будет чем платить, то у обычного ЛАВЭ возьмут что-то ненужное, а у тебя могут взять самое дорогое, что у тебя есть, поскольку к нему домой нельзя заходить за залогом, а к тебе гаранту можно заходить за залогом. Поэтому гарант это хуже, чем одолживший. И поэтому нам дают совет не быть гарантами. Это первый простой пшат Мальбина и Гаона, почти одинаковый, который нам дается в смысле того, что одалживать и быть гарантом тому, кто одалжил. Второе объяснение, которое говорит Гаон, это, что ты не должен становиться гарантами за других людей, а именно, что когда кто-нибудь, с которым ты не связан, ты слишком приближаешься к нему, то если этот человек Сонейдад, речь идет только о них, люди, которые не являются, не владеют Торой и не любят Торой, то эти люди волей-неволей убирают себя от исполнения митцвода. Многие вещи, которые не думают, что это митцвод, к митцвод имеют очень косвенное отношение. И с такими людьми, если ты с ними сблизился, ты получаешь обязанность их учить. До этого этой обязанности не было, она рождается только сейчас. И вот, когда ты получаешь эту обязанность, ты можешь неправильно это сделать, кроме того, они могут не воспринять этого. А у тебя хиюф уже есть, обязанность есть, поэтому ты будешь нести наказание за их оверот. И последнее объяснение, это... А, еще одно объяснение, что нельзя обучать людей, которые не мегуганим, которые непорядочные люди, потому что ту часть Торы, которую они не выучат, они выучат не туда. И вместо того, чтобы обратить ее к митцвод и к митцве Талмутойра, они обратят как-то не совсем правильно. И, соответственно, твое наказание будешь... Ты будешь как гарант наказан за них. Поэтому это то, о чем сказано, что не становись гарантом. Это еще объяснение ЭЦИ, о котором мы говорили. Я связал это с предыдущим посылком, где сказано, что за штику, за то, что человек промолчал, он может получить наказание, поскольку, если он сблизился с этими людьми, он стал гарантом за то, что происходит. И, соответственно, когда он промолчал, то это будет наказание. А если сегодня человек молчит по поводу того, что сейчас где-нибудь в Австралии какой-то еврей что-то плохо делает, то понятно, что его не наказывают за то, что он не знает, что произошло в Австралии. Понятно или непонятно, так здесь на первый взгляд написано. И последнее объяснение, которое нам дается, это объяснение того, что не будь гарантом самому себе, то есть не бросайся на недорим, в том числе недорим что-то выучить, сделать какую-то митцу, потому что может оказаться, что ты не в состоянии этого сделать, что-то случится, какой-то онлайн, и ты получишь за это наказание. Гемора говорит, что Елель, Елель, он, в общем, разбирался в Галахее, и так прилично очень человек был. Когда во время храма он хотел пожертвовать животное, существует несколько видов жертвоприношений. Одна из них называется Корбан-Надава. Жертвоприношение, как Надава, добровольное жертвоприношение. Просто вот захотелось, я хочу принести жертву Всевышнему. Оно бывает двух видов. На русском это очень трудно перевести, вначале скажу на иврите, потом попытаемся объяснить по-русски. Есть вид, который говорит Гарей-Зу, есть вид, который говорит Гарей-Алай. Гарей-Зу, это значит, он берет какого-то барана, например, указывает на этого барана, и говорит Гарей-Зу, Корбан, вот это мое жертвоприношение. Если что-то случится с бараном, не имеет значения, что его украли, ударила молния и повредила немножко барана в дамке, или еще какая-то вещь, то ему не надо приносить другого барана, поскольку он обещал этого барана. Его нет, он свободен от заповедей. Все. Он не должен, охрают гарантии, нету на этого барана, он не будет гарантом. Но если он сказал выражение Гарей-Алай, вот на мне есть обязанность принести барана, то в этой ситуации, если он выделил барана, и в это время в барана ударила молния, и барана не стало, или в это время что-то еще произошло, то он должен принести второго барана. Он приготовил второго барана, ведет его в Бейтмик, да что-то случилось, третьего, четвертого, и так до бесконечности. Поэтому Илеля Закен, если он хотел принести в форме Недера Гарей-Алай, вот на мне есть обязанность, он так хотел делать, то он брал барана, приводил его прямо в Бейтмик-Даш, и внутри храма, около жертвенника, говорит, вот на мне есть обязанность принести барана, и вот баран, который я приношу, чтобы свести к минимуму любую возможность того, что с этим бараном что-то случится. Понятно, что внутри храма тоже могло что-то технически произойти, например, Шойхет, который режет, затрифовал этого барана, но это уже вероятность, намного-намного меньше, если человек за месяц до того, как он приносит барана, объявляет его жертвоприношением, с ним может случиться все, что угодно, он может стать бальмумом и так далее, и в таком случае нужно другую жертву, есть охрают, он становится гарантом за барана. Этого Хилель не хотел, поэтому он приносил вот такой вот форме. Поэтому нам рекомендуется, Шлома Амеллах нам рекомендует, не становиться гарантами самому себе, если что-то хочешь делать, делай, но не принимая это как недр, для того, чтобы не произошло, что ты не выполнишь недр, и тогда заберут от тебя жену. Качественное наказание, как объясняет нам, Гемора в Шаббас, дафламид бейт, и Гаон приводит эту Гемору. Гемора на самом деле в трактате Швоз и в трактате Недориум говорит, что человек, который говорит, завтра утром я встану пораньше и выучу такой-то масехет и проучу такой-то перик мешны, что бы он ни сказал, можно ли такие недры давать, говорит Гемора, недр годоль на дар ла ла ке Исраэль. Большой недр он взял для Бога Израиля. То есть Гемора говорит о том, что такие Недориум давать можно. И это большой недр, это митсва. С одной стороны, с другой стороны, Шлома Мелла говорит о том, что человек должен постараться и этого не делать. Ответ очень простой. Зависит от количества, от качества, от человека и так далее. В случае, если это возможно сделать, и человек знает, что это ему поможет учиться, то он может брать такой Недор для того, чтобы заставить себя что-то делать. Ему это тяжело, но он знает, что он в состоянии и сделает это. Но в случае, если есть малейший шаш, малейшее опасение того, что я не сделаю такой вещи, то говорит Гемора, не становись гарантом. Правда, Гаон Мивильна, он немножко добавляет и говорит, не будь рогиль, не делай этого постоянно. То есть периодически, когда это необходимо для того или другого, это можно делать, или может быть, даже нужно делать, это может быть митцва большая. Но в случае, если человек становится, вот постоянно кидается Недорем, то вот здесь есть некая проблема, и может быть, Гефсет, ущерб от этого, может сильно-сильно быть выше, чем то, что можно с этого получить. С другой стороны, Мишна в трактате Перкеавод говорит, сияклы пришутны Дорем. Человек, который хочет дойти до уровня, который называется пришут, как-то я говорил о том, что можно сейчас сказать в двух словах. Масилат Ешрем пишет, что есть много уровней, по которым должен пройти человек для того, чтобы достигнуть верхней точки своей возможности служить Всевышнего. Это начинается с Герута, кончается к Душе, Иратхет, боязнью греха. Но это целая цепочка, по которой надо пройти, которую нам сказал Раби Пинхас Бен-Ир в Геморе Авойда Зойра, и еще в нескольких местах она цитируется. Гемора, которая говорит, что Тора, Мивиала Эдей, Згерут, Згерут, Тора приводит к Згеруту, аккуратности, Згерут приходит к Зарезуту и так далее. Одна из вещей, которая там присутствует, это пришут. Пришут, это означает, что человек находится на уровне, когда он отдаляется от различных вещей материальных, связанных с миром, для того, чтобы посвятить себя духовности, и чтобы материальность не участвовала, как можно меньше участвовала в его жизни, только в том, где это необходимо, но не больше. Когда он освоил эту миду, это качество пришута, то следующее качество, которое есть там, Хасидут, еще что-то, потом к Душу. Качество к Душу это ровно наоборот, когда человек, все, что он видит в материальном мире, оно служит для службы Творцу, для того, чтобы использовать это как средство служения Всевышнему. Но на определенном уровне человек должен пройти, тот, кто доходит до этого уровня, я думаю, что таких не очень много, но они должны пройти через качество, которое называется пришут. И вот говорит Гемора, что сияк этого качества по помощи, которую делает ограда, который приводит к пришуту, это недорим, поэтому недорим нужно давать на определенном уровне. Поэтому совет Шлома Амеллах, он касается очень конкретных вещей. В тот момент, когда это нужно, и недорим служит для помощи в Авода Дашем, то недорим является митсу, это правильно делать, и не об этом здесь говорит Шлома Амеллах. Но во всех остальных случаях человек не должен быть рогиль бы недорим, он не должен их давать постоянно, потому что большая часть недорим является продолжением того, что говорилось в предыдущих пасуках, когда человек разгневался, например, это очень принято в определенном сорте общин Израиля, определенных людях еврейского народа, когда муж с женой поссорился, такие горячие люди, муж с женой поссорился, и она очень быстро дает недор, что я тебе больше супа варить не буду, раз ты плохо ешь, я не знаю, недоволен моей едой, то я больше тебе супа вообще варить не буду, что-нибудь в таком духе. Я беру какой-нибудь один вид недора, на таких недорим могут быть миллионы маленьких десяток, сами можете себе представить, какие могут быть, я к тебе больше не приближусь, я с тобой не разговариваю, и так далее, и так далее, я вообще становлюсь кем-то другим, потому что, так вот, эти недорим, об этом сказано, что человек должен отдалиться от гнева, от гневливых людей, и человек должен отдалиться от подобных недорим, они очень часто происходят, когда человек вдруг начинает понимать, что он сделал какую-то авейру, он сделал что-то нехорошее, и считает, что это произошло, потому что он недостаточно отстранился от какой-то вещи, и быстро-быстро берет недор, что он больше этого делать не будет. Потом проходит какое-то время, поскольку с его яцергора и далеко не все так хорошо, как ему казалось 10 секунд, по которым он брал недор, то сейчас он находится в более трудной ситуации, недор выполнить не может, начинает расстраиваться по этому поводу, и вот об этом сказано, что не надо приближаться к недорим, поскольку за них умирают, заберут от тебя самое близкое, что у тебя есть, или кто у тебя есть. Я хочу двигаться дальше, я только закончу историю, которую Талмуд в Бабле приводит дважды, может больше, в трактате Назира, я помню, это четвертый дав, в трактате недорим, это девятый дав, по-моему, больше нету, но я не помню. Гемора рассказывает про Рабишибан Ацадика, Рабишибан Ацадик был первым Тану, упомянутым в Перкеавод, из остатков Мужей Великого Собрания, он был Коэн Годелем очень много лет, и вот он говорит, что я никогда не ел от жертвоприношений, Коэним, они едят жертвоприношения, есть жертва, от которой я ни разу не ел, что это за жертва? Это жертва, которую приносит Назир, Назир, в принципе, должен приносить жертвы после того, как он принял Назирут, допустим, 100 Назирут на 30 дней, обычный Назирут, он 30 дней не пьет вина, не ест ничего связанного с вином, не прикасается к умершему и не стрижется, после этого он застригает все волосы, которые у него есть, волосы сжигаются под котлом, на котором варится жертвоприношение Шломим, мирное жертвоприношение Назира, после этого он приносит Хатас Назира, еще какие-то Карбонот, и после того, как он заканчивает Карбонот, он кончил быть Назиром. Но если Назир, эти жертвы Раби Шимон Ацадик ел, но если Назир во время своего Назирута, допустим, 30-дневного, на 25-й день или на любой другой затумился, прикоснулся к нечистоте, бонус, он был вынужден это сделать каким-то образом, неважно как, он должен принести жертву, которая называется Назир Таме, жертва Назира, который нечист, после чего он должен начать заново постричься и начать заново Назирут. И так может быть несколько Назирутов. В Геморе описывается случай про какую-то ситуацию, где Назир был Назиром 14 лет. Он принял Назирут на год, а оказалось, что ему нужен по-моему на 7 лет, 14 лет он был Назируем, я не помню деталей. Вот, и такой Назирут тоже возможен, Назирут на 14 лет. И понятно, что человек, с которым случилось, что он несколько месяцев Назир, а планировал всего один месяц, он начинает по этому поводу расстраиваться. И вот Шимон Ацадзик сказал, что я никогда не ел от жертвы такого Назира, кроме одного раза, его мог чуть позже. Почему? Потому что я боялся, что это жертвоприношение это хулин Базара. То, что является хулин, как перевести, это не кадош, не освященная, не посвященная Всевышнему жертва, которая появилась в храме. Почему? Потому что человек в данный момент, когда он приносит эту жертву, он переживает, что он был Назиром. И, соответственно, эта жертва, у нее есть какой-то минус, из-за которого Шимон Ацадзик не хотел есть эту жертву, кроме одного раза. Один раз случилось, что он увидел Назира, который пришел с дрома, с юга, и был очень красивый. Я спросил его, говорит, Шимон Ацадзик, сын мой почему-то решил остричь эти кудрявые, красивые волосы. Ответил он, что я работаю пастухом у своего папы, как-то у меня убежала овечка, я бежал за овечкой, догнал ее и догнал на берегу ручья, наклонился к ручью, чтобы попить и увидел свое изображение, увидел, что я красивый. Вэкафац Алла Яцрии на меня набросилась моя Яцргора и сказал ей Рейка, пустышка, почему ты, что ты делаешь в мире, который тебе не принадлежит? Вот моя авойда, моя служба, что я подстригу тебя во имя небес и подстриг себя. И вот про него встал Шимон Ацадик, поцеловал его и сказал подобное тебе, пусть увеличится количество назерим в Израиле, об этом сказан посук, мужчина и женщина, которые примут назерут и так далее. Этот человек, который Шимон Ацадик увидел, что его назерут, его недр был Легамри на 100% на Лошем Шамай во имя небес, он боялся Яцргору, который приходит к нему снаружи, не так, как обычного человека я хочу, а он увидел, мог разделить свое желание, от желания своей Яцргоры. Поэтому жертвоприношение этого человека Шимон Ацадик готов был есть, готов был принять. Но просто жертвоприношение назеров, поскольку большая часть или большая, я не знаю точно, как поставить ударение, но есть какая-то часть недорим, обетов, которые принимают Всевышний, не из-за того, что он вышел на уровень пришута, на уровень, когда ему нужно брать какие-то недорим, а потому, что он хочет перепрыгнуть и находясь совсем на другом уровне, когда ему хорошо бы выполнять просто какие-то заповеди Торы, и все заповеди Торы, безусловно, я имею в виду, а он в это время прыгает и запрещает себе то, что Тора ему не запрещала, потому что он хочет перепрыгнуть и оценивает себя, что он находится на совершенно другом уровне, чем он есть на самом деле, ему надо работать над одним, а он работает над другим, над тем, на чем он еще не дорос, и не факт, что дорастет. Вот об этом сказано, что их карбонот, их жертвоприношение, Шимон Ацадик не хотел есть. И об этом же говорит здесь Гаон, если мы объясняем пасук так, как последнее объяснение Гаона, что не надо втыкать себя, становиться арев-кабланом на то, что тебе не нужно сейчас, когда сам человек входит в то, к чему он еще не имеет отношения, к тому, до чего он еще не дорос, и начинает быть аревом, брать какие-то недорием, обещания, что он выучит столько, столько и столько, хотя на самом деле ему бы выучить немножко меньше, было бы совсем неплохо, и не надо брать на себя повышенных социалистических обязательств. Это последний пшат Гаона, он у нас занял некоторое время. Вот, а предыдущий пшат, я еще раз хочу к нему вернуться, это объяснение такое очень глубокое, которое говорит, что человек должен сближаться только с теми людьми, которые находятся на уровне, когда он не примет за них ревут, и не будет вести, получать наказание за их поведение, потому что он обязан их упрекать и не упрекает. Здесь есть некоторый момент, ревут, у меня осталось, я думаю, что я не успею, все равно, следующего фасука, у меня такой, как бы, вопрос есть, существует, наверное, мы говорили на эту тему, но я не помню, существовал Маамад, Гаргризим и Гарайваль, в книге Дворима, потом в книге Ешоа, в книге Дворима написано, как это должно произойти, а в книге Ешоа написано, как это происходило уже, написано, что когда Амисраэль вошли в Арицесройль, то им нужно было провести некий Маамад, некий стояние между прохождением, между двух гор, Эйваль и Гризим, две горы, на которых был принят еще один завет между Всевышним и Амисраэлем, завет, который называется Брит-Арэвуд. Шейла, где Арэвуд, когда начался этот Арэвуд? Арэвуд, это Ареф, это гаранта, о котором мы говорим. Вопрос, когда начался этот Арэвуд? Есть мнение, что он начался во время, когда Амисраэль находились, когда Арон Кодыш находился в середине Иордена, так пишется в Талмуде Иерушалме, и Тосус приводят Бавли в Геморре Сота. Есть мнение, что он произошел, когда Амисраэль перешли Иорден и установили, там были специальные камни, которые они установили со словами Торы. Есть мнение, что это произошло на горе Гризима и Валь, и, в общем, по всем мнениям, гора Гризима и Валь являлась как бы сов, конечный ударом. В это время все это закончилось. На горе Гризима и Валь, когда левиты стояли с двух сторон горы, на двух склонах двух гор, Амисраэль проходил мимо Нихар, Арон Кодыш находился посередине и звучал голос Кавиним «Благословен человек, который сделал то-то и то-то». Весь народ отвечал «Амэн». Проклят человек, который нарушил то-то и то-то. Весь народ отвечал «Амэн». И объясняет Гемора, что в этот момент все евреи стали гарантами друг за другом. Поэтому, когда какой-то человек делает Аверу, то это Авера влияет на весь Амисраэль, когда человек делает Митсу, это Митсу влияет на весь Амисраэль. И таким образом получается, приняли на себя какое-то огромное количество Митсуот. И вместо 613 Митсуот, которые есть у человека, есть 613 умножить на 600 тысяч. Потому что за каждую Митсу награду получает каждый из евреев и наказание получает каждый из евреев. И эта гарантия, безусловно, существует. Но здесь у Шлома Амэлаха написано, как объясняет Гаон, что эта гарантия есть, я не знаю, на иврите уже есть целая серия таких слов, есть «равут мукбелет». Есть гарантия с ограниченной ответственностью. Поскольку гарантия за то, чему ты присутствуешь, и когда ты берешь на себя эту гарантию отдельно, то есть ты с этим человеком подружился, ты часть его компании, то здесь написано, что за эту гарантию наказание совершенно другое, чем за то, что произошло во время, когда евреи стояли на горе и грязи мейваль. В Торе есть такой пасук, который говорит, «Ганисторот, лаашем и лакейну, то, что скрыто Всевышнему вашему Богу, вы не глаот, лану ванейну ата лам». А то, что открыто нам и нашим сыновьям, вам и вашим сыновьям, ата лам, навсегда, говорит Всевышний. И в Геморис-Ангедрин есть махлокис, о том, есть или нету гарант, человек, люди являются гарантами или не являются, за ту авейру другого человека, о которой они не знают. То есть, есть ли наказание Рувену за то, что Шимон в Австралии сделал авейру, про которую Рувен в Америке не в курсе. Есть такое наказание или нету такого наказания? И одно из мнений говорит, что это называется не «старот лаашем и лакейну», что это скрытое для Всевышнего вашего Бога, и за это никто не наказывается это отношение между Всевышним и этим человеком. Но та авейра, которая открыта, и которой ты мог бы помешать, но не помешал, именно за нее ведется наказание. Маарша в этом месте объясняет, что второй Мандомар, второй тот, кто спорит и говорит, что любая авейра, за нее есть гарантия у всех, он тоже не имеет в виду ту авейру, которой я технически не мог помешать, про которую я технически не мог узнать. Что на самом деле, по всем мнениям, в Геморе за те авейрот, которые человек не знал, он не может нести наказание. То есть, если авейру делает Шимон, то Ревен не может нести наказание за эту авейру, если он не тот, кто мог помешать этой авейре. По этому объяснению идет здесь Гаон Мивильно, он согласен с Мааршой, и говорит о том, что, когда ты втыкаешь себя, твою руку, и становишься аревом, за людей, которые, нету у них дат, нету дат, у них нету знаний, они не близки к митцвод, то в этот момент даже за штику, даже за молчание ты получишь наказание. Тебе надо следить за тем, чтобы не быть аревом там, где от тебя никто этого не требует, а после этого это перестанут быть не старот, перестанут быть скрытые, станут открытые, и ты будешь получать за это наказание. Понятно, что я не имею в виду, что это убирает заповедь хоктахехатаметеха, упрекай своего ближнего, и не будешь нести за него греха. Безусловно, эта заповедь остается, и к дариму уже однажды обсуждали здесь этой заповеди, это очень входит в этот посук, но тем не менее, у меня уже нету и времени, и мы один раз это обсуждали, но человек должен каким-то образом стараться донести Тору до других людей, но при этом нельзя, чтобы он, не нельзя, это тоже неправда, неправильно, чтобы он становился гарантом, и существуют определенные пропорции, сколько надо входить, в какую ситуацию, с кем сближаться, с кем нет, и так далее, и это продолжение того, что сказано, что человек не должен, чтобы у него был Талмит, Шейна, Агун, Талмит, ученик, который непорядочный ученик, от таких учеников надо избавляться, потому что за них будет наказание. Таким образом, мы достаточно подробно разобрали этот посук, эти три посука, которые мы успели выучить. До новых встреч в эфире, всего доброго, хорошей недели, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok